Добрый день, мы продолжаем наше изучение недельных глав и в нашей сегодняшней главе я хотела поговорить о интересном таком явлении, которое называется Царат Абайт. Царат это, как вы все знаете, скорее всего, хотя переводится в некоторых переводах как проказ и ничего общего с проказом не имеют. И даже по описанию, хотя это иногда и выглядит как какая-то кожная болезнь, тем не менее она не похожа на проказ. Может быть, когда переводчики использовали это слово в переводе, они подразумевали, что это проказ в смысле поражение, что поражает человек. Но самое интересное, что действительно, помимо того, что это поражение поражает человека, оно, оказывается, может поражать немножко по-другому, также его одежду и его дом, что уже намекает на то, что это не простая вещь, что это не болезнь, что это некоторое состояние человека в данном случае. Во всяком случае, все это как бы относится к человеку так или иначе, который отдаляет его от Всевышнего. Это может быть наказание, это может быть испытание, но он должен пройти какой-то период очищения для того, чтобы вернуться к Богу. Это когда идет речь о этой проказе, условно говоря, царат, когда она происходит с человеком. Об этом мы говорили в прошлой неделе на этом разделе. Также там упоминался еще в прошлой неделе мы разделе про такую странную вещь, как царат одежды. И, безусловно, мне кажется, понятно, что если это некая вещь, которая происходит в материальном мире, но отражает некоторые проблемы духовных миров, то то, что это происходит с одеждой человека, это, условно, имеет очень важный добавочный смысл. Что такое, по сути, одежда? Есть некоторые каббалистические комментарии, которые весь наш мир называют мир одеждой, которые, как бы, это не в точности по Платону, но, как бы, идеи обрекают в нем свои одежды. То есть идеи одеваются в конструкции и конструкции. Люди одеваются в одежде. То есть одна внешняя вещь, как одежда, скрывает курацовое нечто внутреннее, более высокое, более глубокое. Так же и одежда человека, она скрывает его самого, с одной стороны. А с другой стороны, это только одна сторона делает. Так же, как тело скрывает мою душу, она, с другой стороны, дает ей возможность выразить себя. Также и одежда человека, она, с одной стороны, его скрывает, и в этом смысле есть родственность между словом «бегин» и «бгеда» – одежда и предательство. А с другой стороны, она дает возможность человеку выразить себя. То есть одежда – это не просто формальное покрытие тела. У меня еще есть смысл какой-то. Одежда священника, она отличает его от всех других людей. Одежда врача, одежда пожарника, одежда воина. Все форменные одежды, они несут какой-то смысл. Кто-то говорит о ее носителе. Да, теперь есть. Наташенька, Нехама, извини. Нехамонька, пожалуйста, продолжайте, пожалуйста, дальше. Поэтому, когда, я бы сказала, когда возникает проблема с одеждой, это значит что-то не в порядке. Что-то неправильное происходит между человеком и тем, что он хочет эту одежду сказать миру. Его самовыражение где-то ущерб. И на это намекает то, что происходит с одеждой. И там тоже есть возможность исправить. Есть возможность не исправить. Есть ситуации, в которых ты просто можешь только сжечь эту одежду. То есть найти себе другую одежду, другой способ общения с миром. То, о чем я хотела немножко больше говорить, это то, что у нас появляется в нашем недельном разделе. И это царат дома. Это вот поражение, которое происходит с домом. Дом – это еще следующий шаг. Дом – это не просто место, в котором человек живет. Так же, как одежда, это не просто способ прикрыть ноготы. Дом имеет гораздо большее значение и уже в самой тарелле употребляется в более широком смысле. Например, проповедух, сказанное «Бук их наградил» в Египте, сделаем дома. Ну, переводчик просто не переводит дома, он переводит «сделаем семейство». Потому что очевидно, ну и так он идет в соответствии с комментариями, что так понимают все комментарии, что делаем родословные, из них произошли потом великие люди. То есть, так же и про родословные, например, в Египте, в Судный день он приносит жертву и скупает себя и свой дом. Дом – это значит свое семейство, свой клан. То есть, дом – это место, в котором человек организуется в самой близкой своей среде. То, что происходит, интеракция, которая происходит в его семье, интеракция, которая происходит в его клане, среди самых близких людей. И если в этой ситуации есть грех, есть нарушение и есть неправильность, то сигналом этого нарушения является порча, которая нападает на дом. Человек видит, что что-то не в порядке с самим домом, со строением. Но это только отражает неправильность, разрушение, которое происходит в его семье. На самом деле, этот отрывок начинается с того, что сказал Господь Мошея Рону так, «Когда войдете в землю хнаанскую, которой я дам вам владенью». Почему? Про царат раньше не говорилось такого, ни про одежду, ни про тело. А вот дома, про дом – это… Есть отдельное подчеркивание, что это становится актуальным и важным, и необходимым именно в земле Израиля. Можно… Есть простые объяснения, которые говорят, что в пустынях не было дома. Они жили в шатрах, они жили в палатках, они были в дороге, и у них еще не было этого дома. Но это простое объяснение. Более глубокое объяснение говорит, что вот эти вот первичные отношения человек в его семье, когда в них есть ущерб, когда в них есть нарушение, это в земле Израиля становится критичным. земля Израиля не выносит аморальности, в принципе, особенно внутри семьи. Что же происходит, когда человек находит у себя в доме царат? Он тогда должен пригласить священника, и священник приходит, и он проверяет эту язву. На самом деле, не совсем понятно, почему ему тут нужно священник. Скорее, точно описано, что он должен осмотреть. Какая она должна быть? Окажется, язва на стенах дома зеленоватая и красноватая, и с виду они глубже стены. Есть инструкция, как должна выглядеть язва, и на что обратить внимание, будет она потом развиваться или нет. Почему именно священник? Ну, можно вспомнить, что еще Арону Всевышний сказал, что ты должен, ваша задача как священников, разбираться между нечистым и нечистым, между священным и будничным. И это его должность, это его функция. Хотя, конечно, мы могли бы теоретически назначить специальному человеку, который будет ходить по домам и проверять, вроде инстилляторов. У кого-то там появилось язва, скажите, сделайте так-то и так-то. Нет. Здесь идет речь о духовных вещах. И поэтому Арон выполняет здесь функцию, которую наложил в него Всевышний. Контроля за духовными вещами. И поэтому на него возложена функция определять, будет этот дом нечист или не будет. Самое интересное, что начистота дома начинается только с того момента, когда приходит священник и видит ее. Это не как с другими болезнями. А если у человека сделали ему анализ на туберкулез, туберкулез начинается с того момента, что он сдал анализ. Он начинался, не дай бог, не анасфаль, или ну ковид. Это значит, что он заразился раньше, он уже был этим больным. Тут это не так. Приходит священник, он говорит, вынесите все вещи из дома. Почему? Именно потому, что до сего момента, пока священник не закрыл дом на проверку, его не будет никто считать нечистым. Потом он его закрывает один раз, проверяет, что будет. Потом он его закрывает второй раз. Они производят некоторые очищения, закрывают второй раз. И если опять распространяется язва, то дом должен быть разорван. И все, что было в этом доме с момента его закрытия, все это уже считается нечистым. То есть, тут оказывается поразительная вещь. Не формальная материальная какая-то язва, которая появилась на доме, делает его нечистым. А к этой язве должно привавиться то, что пришел священник и ее увидел, и дом закрыл. С этого момента оно может стать нечистым. То есть, на самом деле, еще одна интересная вещь. С этого момента мы не знаем, что с ним происходит. Мы это узнаем только в самом конце. Когда увидим, распространилась язва или не распространилась. Если нет, то всегда дом чист, все в порядке. А если она распространилась, то оказывается, что задним числом все, что там было внутри, осталось в доме, все было нечисто. Если там был человек, он нечист. Если там была посуда какая-то, она нечиста. Это один из интересных примеров, когда будущее каким-то образом влияет на прошлое. На самом деле, конечно, это не так, потому что в данном случае это просто проявляется то, что уже было. Тем не менее, это не сто процентов так. Тем не менее, мне кажется, что есть некоторый такой аспект интересного явления, которое есть в иудаизме, когда будущее влияет на прошлое. Один из самых заметных таких явлений, когда будущее может влиять на прошлое, это когда человек раскаивается в своих делах. Когда он раскаивается, наши мудрецы говорят, что не просто ему прощаются все грехи, но иногда они даже могут ему засчитаться в заслуге. Такова сила раскаяния. То есть это поразительно. Как может быть, я сделал много зла, и теперь это все мне засчитается в заслуге? Оказывается, такое может быть. Это не стопроцентная вещь, там очень есть много сложностей, но это возможно. И особенно это заметно здесь. И говорится, когда приходит священник, выйдет священник из дома, ко входу дома, изобрет на семь дней. Вот эта позиция священника, когда он забирает дом, и когда с этого момента ведется отсчет чистоты или нечистоты, с этого момента дом может стать нечистым. Священник не решает это внутри дома, потому что тогда он сам может потом оказаться нечистым. И священник не решает это у себя дома. Он мог уйти и дома принять решение, скажем, язвы это или не язвы. Нет, он находится в такой занятной позиции между, у входа в дом. Он рядом с домом, он рядом с его хозяином, и он как бы в своей позиции, которая не внутри и не совсем снаружи, а именно на переходе от внешнего ко внутреннему, или от внутреннего к внешнему. Он из этой позиции обращается к человеку и говорит, смотри, я сейчас дом запер, у тебя есть время, обдумай свои дела, у тебя есть время, ты еще можешь раскаиваться. Если он раскаивается, может быть, все еще можно исправить, и язва не будет расти, и дом окажется чистым. И потом им дается еще второе. А если он не раскаивается, то это может привести к тому, что весь дом будет разрушен. Потому что есть вещи иногда, о которых человек не в состоянии раскаяться. Ну, мы знаем такой пример, например, с фараона. Когда он уже не в состоянии был дать задний ход. И так же и тут иногда есть ситуации, в которой человек не в состоянии дать задний ход, и раскаяние недоступны ему, и приходится разрушить этот дом. И, может быть, задним часом выясняется, что не было у этого дома никакой надежды. Я слышала, что есть комментарий в книге Зоар, что это вот противостояние священника и дома намекает на дом как человек, а священник как шхина. И шхина стоит около человека, не может войти в дом, который может оказаться нечистым, и призывает его к раска. Я думаю, на этом я, пожалуйста, наблюсь. Народ, вопросы? Ну, вот и пока народ думает. Да, пока народ думает, у тебя есть вопросы, конечно. Да, у меня есть вопросы. Да. Насколько я понимаю, есть такая тема глобальная, в том, чтобы все-таки как-то привязать, чтобы была какая-то логика. То есть человек наказывается, не дай Бог, проказы, да? Ну и дальше из-за чего-то, из-за каких-то прегрешений, из-за каких-то оверот, из-за каких-то чего-то, правильно? То есть не просто так. На самом деле, ты знаешь сам, я уверена, что наши мудрецы привязывали не случайно наказание, проказы человека, тела, к греху лошанара, то есть злоязы. Не просто так, а в соответствии с некоторыми примерами. старые, когда Муше как бы что-то плохое сказал про Израиль, у него как-то появился проказ. Мирьян, кто-то не так сказал про Муше, у нее появился проказ. На самом деле, это не сто процентов, потому что Тара нигде это прямо не говорит. И она даже не говорит, что человек согрешил. Да. Появился у него, а мы должны сами голову ломать, за что и почему. И он должен ломать. И он должен ломать. И он должен ломать. На самом деле, я не хотела говорить о самой проказе на человеке. Те знаки, которые там, то, что он делает, как он себя ведет, они очень напоминают траурные знаки. То, что делает человек, когда у него кто-то близкий умирает. И много еще вещей, которые связаны со смертью. То есть, в каком-то смысле, вот переживание протаженного, он или этого Митсура, пораженного этой язвой, он уходит из стана, он уединяется. Оно все связано со смертью. Он как-то несет траур по себе. Вообще, это очень интересная тема, переживание идей смерти или переживание смерти, в принципе. И она очень большое место занимает во всех культурах. И в данном случае преодоление вот этого переживания смерти, собственно, может быть, во многих ситуациях позитивно, не только в ситуации греха, а в ситуации какой-то травмы или испытания, или еще чего-то, помогает человеку подняться на какой-то более высокий уровень. Но, в частности, то, что мудрецы привязали этот клашон, может быть, это не такой уж сумасшедший грех, но это как-то портит человека. И это испытание, скажем так, позволяет ему преодолеть собственные какие-то недостатки. То же самое и с царатабеги, с тем, что с одеждой. Есть какие-то ошибки, есть какие-то нарушения. Конечно, в итоге это необязательно что-то тотальное. В конечном итоге ты сжег эту одежду, одел другую. Может быть, ты сделал для себя какие-то выводы, что нужно носить другого цвета флаг, не заворачиваться у него, или, наоборот, завернуться. Не знаю, я так. Просто к слову. То же самое и с домом. Есть какая-то... Непонятно даже, о чем здесь идет речь конкретно. Напряженности и разрушения внутри семьи могут быть очень различными. Есть вещи, которые можно исправить, есть вещи, которые нельзя исправить. Это не обязательно должен быть грех. Иногда приходится разрушать, чтобы построить заново. И очень часто это естественный процесс. Иначе история не продвигается. Дом – это не просто дом. Про храм тоже сказано. Когда Давид хочет построить храм, он говорит, построить дом Всевышний. Дом – это место встречи. Это место встречи со своей семьей. В конкретном частном случае. Но вообще говоря, это место встречи со шхиной, как это говорило в книге Зор. И иногда этот дом разрушается. Конечно, потом приходят мудрецы и говорят, первый храм города разрушен за это. Второй храм города разрушен за это. Но прекрасно, мы нашли причину. Но главная причина, что в том виде, как храм существовал в тот момент, он уже не давал истории народа развиваться дальше. Иногда приходится разрушить до основания, ну или почти до основания, для того, чтобы продвинуться дальше. Нет, это, так сказать, на самом деле, такие фразы «Весь мир насилием и разрушим» немножко преувеличены в нашем восприятии. Но идею они не придумали, они взяли. Иногда понятно, что надо разрушить все, чтобы… Или многое, во всяком случае, чтобы можно было начать. Но вот такое как бы провокативное… Я не потому что я, да, действительно искренне спрашиваю. Значит, если снять такую вот маску, которую мы одеваем, то, что мы говорим, мы принимаем правила игры. То, что нам непонятно, мы не будем про это спрашивать, не будем в это влезать. Мы почитаем комментарии, там, Раша как бы… Я тоже к этому очень привык, да. Но если как бы снять эту маску… Реально то, что написано про проказу, такое впечатление, что это просто инструкция. Врачебное ведь это не сказано. Из-за того, что ты ввел, даже не будете к душе. Им просто сказано – появится это, делай это, это. То есть как бы рекомендация. Это первое. Значит, второе. Невозможно отстраниться от мысли. Не дай Бог Тора, которая на все времена, на все поколения. Какая дикиматомизма. В мире нет проказы. Я не знаю, во всяком случае, в том мире, в котором мы живем. Ну, причем здесь проказы? Еще раз, это не проказы. Это совсем… Даже если это считается заболеванием, это совсем другое заболевание. А потом на одежде. Где ты это видел? Я и вообще не видел. Но если Тора пишет, значит, это было? Значит, было. Ну, а какой это имеет отношение? Как бы вопрос? Коронавирус? Понятно. Я буду отвечать. Я буду отвечать на этот вопрос. О, хорошо. О, хорошо. Ну, хорошо. Окей. Просто бедюк. Деседоргамур. Окей. Господа и дамы, кто-то хочет что-то сказать? Резкое, неприятное, актуальное. Проказы вам все понятно? Мне он совершенно непонятно. Ну, если вам понятно. Ну, давай не будем. Я все время остерегаюсь называть это проказы. Послушай, когда-нибудь посмотри, как выглядят проказы. Это близко не подходит к тому, что описано в Торе. Это совсем другая. Даже если это болезнь, это другая болезнь. Тем более на доме. Что за болезнь на дому? Почему дом может болеть? Сейчас скажу. И кроме всего прочего. И кроме всего прочего. И кроме всего прочего. Я еще раз провожу параллель. Нечистота появляется только после слов священия. Это вещь не просто материальная. В ней существуют духовные компоненты, которые без священников ничего не будет. Никакого заключения о нечистоте. Он не будет прокажен. Ему не нужно будет очищаться. И то же самое из дома. То есть тут есть дополнительный компонент, который вообще никак не вяжется с болезнями. Ладно. Но можно сделать какие-то параллели с коронавирусом? Ну тоже как бы карантин, туда-карантин, туда-сюда. Ну как бы похоже, нет? Похоже. Ну и что? То, что похоже, это не значит одно и то же. Я не сказал одно и то же. Но может быть как-то можно какие-то параллели привести? Параллели всегда можно привести. Однозначно. Например, когда мы в Талмуде изучаем законы нечистоты. Неважно, какой нечистоты там, сколько там, как она передается. Это настолько похоже на всякие эти законные ограничения, которые мы соблюдали в коронавирусе. А вот? Да? Окей. А коронавирус за что? Тоже за засловие? Коронавирус тоже за засловие? Нет, нет, нет. На эту тему я сейчас скажу. Ну хорошо, доктор Линец рвется на меня. Вот так. Послушай, иногда, я все-таки хочу еще раз повторить. Иногда тяжелые вещи с людьми, болезни или не обязательно испытания какие-то, несчастья, происходят не за грехи. Может быть это совсем другие причины для этого. Причина бывает разная. Иногда за грехи ты всегда хорошо рассказываешь. Это всегда хорошо, да. Да, это всегда полезно, как говорил один знакомый раз. Но это не значит, что это происходит обязательно за грехи. Тем более, когда это происходит с кем-то другим. Не приходи, не говори, а, он сломал ногу, он, наверное, налево ходил. Не по той дорожке ходил. Окей. Это нет. Про себя ты можешь решать. Наверное, я получила бы за дело. И я должен что-то исправить. А про других нет. Поэтому иногда это испытание. Вы же свои дорожки известны, а чужие как бы менее известны. Окей. Тем более. Есть вещи, которые нам приходится пройти, чтобы... Да, сейчас, шифру, секунду. Сейчас вот я как раз, вот я завел кого-то из слушателей. Шифры, пожалуйста, мы вас слушаем. У меня вот такой вопрос. Вы хотите актуалии. И вот в связи с актуалией у меня возник вот такой вопрос. Написано коаним. Да, вот может быть, в наши времена коаним бы пришли нам и вылечили корону за 15 дней. Никто не сказал, что они были. Я не задала. Они только диагнозируют. Тогда мы слушаем. Тогда мы слушаем. Тогда. Так вот в этом контексте у меня вопрос вот какой. Сказано, что мы должны... То есть, если приходит коэн и говорит закрыть дом, открыть дом, уйти из стана и так далее, мы слушаемся. Теперь вопрос. А где тут хохамим? Хохамим. Хохамим, если они говорят, должны ли... То есть, коаним в наши времена, да, он, коэн, например, он там вообще книги пишет, я не знаю что, к медицине никакого касательства не имеет. Вот. А есть другие люди, которые хохамим, там, я не знаю, которые Тору изучали долго, может, они знают, надо нам закрывать сише, вот, или не надо. Вот. И есть врачи, которые специалисты. И вот теперь вопрос. Кого мы должны слушать и насколько? Ну, это, по-моему, это не вопрос, вообще-то сегодня не имеет отношения к данной теме. В данном случае, с конкретной вот этой вот язвами, это определяет указание Торы, что этим должны заниматься Когены. Не мудрецы, не знатоки Торы, они должны разбираться в этом деле, но это должен быть Коген. Точка. Это то, что Тора нам сказала. С другими болезнями, я считаю, что должны разбираться врачи, причем здесь хохамим. Каждый должен заниматься своим делом. Ну, если есть вопрос, например, на грани Торы и медицины, тогда есть врачи, у которых есть хорошее религиозное образование, и они компетентны в обоих вопросах и могут решить. Но в данном случае не об этом идет речь, по-моему. Шифра, мы вас слушаем слиха, мы вас слушаем слиха, может быть, мы не очень правильно поняли ваш вопрос. Может быть. Да, вопрос вот в чем, как можно связать, вот вы спросили, нету сейчас ЦАРА, нету, да, но есть другие болезни, например. Другие болезни, все по-другому, я просто реально так думаю. То есть никак это нельзя в нашу действительность. Я думаю, это может только моральный урок сделать везде. Так как это делает, например, книга Зор, которая приводит пример дома как человека и щены, который хочет встретиться с человеком в доме. И то, что это может мешать какие-то, так сказать, внутренние проблемы человека. Да, и что у человека есть возможность справиться. Но тогда все эти вещи были гораздо более зримые, материальные. Мы могли их наблюдать на коже, на одежде, на доме. Теперь, когда, что бы ни происходило в доме, какие бы там ни были драки между детьми, мужем и женой и все такое, снаружи никто ничего не знает обычно. И никаких знаков на доме нет. Человек должен рассказывать сам, соображать без всякого коэна. Это то, что сегодня. Ну, может, нам коэнов не хватает. Какой-то эстерпаним получается. То есть какой-то… Да, да. А что? Это секрет, что у нас есть эстерпаним. Нет, нет. Просто как бы и в этом тоже проявляется эстерпаним. Да, да, да. Конечно. Совершенно правда. Я думаю, что это так. Тогда для них это было более зримо. Ну, вообще, все, мы знаем, что сейчас эстерпаним, нет пророков, нет храмов. На нас возложено больше ответственности сегодня. Жизнь стала сложнее. Антибиотики, как бы появились антибиотики, но с другой стороны есть эстерпаним. Правильно. Спасибо. Окей. Мне с антибиотиками тут надо. Хорошо. До свидания. Шифры, мы можем продвигаться дальше? Более-менее как бы обсудили? О, да, конечно. Спасибо. Окей. Замечательно. Спасибо вам. Господа и дамы, мы отпускаем на хаму, правильно? И переходим к доктору Рынинсу, который рвется в бой и объяснит нам то, что мы еще не поняли. Да? Окей. Я делаю демонстрацию? Да. Сейчас, Докан. Я же прислал. Нет, нет проблем. Сейчас, секунду. Сейчас, полсекунды. Да. Окей. О, то что оно. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я сейчас буду говорить о самом начале недельного раздела, но прежде всего я вам хочу сказать, что я пользуюсь вот этой книгой. Видно книгу или не видно? Книгу видно вместе с автором. Все. Значит, я пользуюсь этой книгой. Вот у кого нет такой книги, тот послушайте, что я вам скажу. Итак, давайте первое. Давайте вспомним, когда в еврейский народ пришла цараат. Я специально не говорю слово проказа, потому что проказа в те времена существовала и называлась она лепра по латыни. И, так сказать, в те времена в разных странах были специальные места, где жили больные лепрой и лепрозорией, и все это было и как-то лечилось. Сейчас у нас, слава богу, лепра побеждена, как и многие другие болезни, но тогда это была болезнь. Так вот, не надо цараат называть лепрой, не надо болезнь цараат называть проказой. А давайте вспомним, когда она появилась. А появилась она впервые в Торе описана в книге «Шмот», в главе «Шмот», в недельном разделе «Шмот», «Когда Маше Робейну стоял у горящего куста, несгораемого, и когда Всевышний посылал его к народу Израиля». И вот Всевышний говорит, что «Я услышал вопль народа Израиля, и я вспомнил про Авраама, Эцхака и Яакова, и ты должен идти освободить народ, вывести его из Египта». И вот я тебе даю два специальных знака для этой цели. И первый знак связан с посохом Маше, значит, там посох мог превращаться в змея, мог снова превращаться в посох. Потом мы узнаем, что с этим посохом Маше победил египетских хартумов, там, так сказать, змей из посоха Маше съел змеев из посохов хартумов. И этим посохом Маше превращал Нил в кровь и протягивал руку, и море расступалось. В общем, это был такой очень специальный посох, направленный вовне еврейского народа. Это было нечто, что делалось с египетскими хартумами, с рекой Нил, с Тростниковым морем. То есть посох – это была какая-то такая наружная идея. А второй знак – когда Маше сунул руку за пазуху, то есть в очень такое интимное место, вот он под одежду сунул руку, вынимает, и рука белая, она покрыта цараат. И Всевышний говорит, вот видишь, значит, что получается, а теперь еще раз сунь руку, вынь, и рука нормальная, никакого цараата нет. Так вот, я прошу отметить, что посох несколько раз был нужен для процедуры исхода из Египта. А вот это побеление руки Маше, причем такое очень внутреннее, внутриеврейское, оно вроде бы как не использовалось при выходе из Египта. Но ведь Всевышний просто так ничего не делает. Есть в этом какой-то смысл. Вот именно в этот момент, когда Всевышний вспомнил о своем избранном народе, о народе, о котором он поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову, что потомству вашему дам я землю эту и так далее, и так далее. Вот в этот момент Всевышний дарит, я подчеркиваю это слово, дарит нашему народу цараат. И больше того, когда речь идет о том, что, как говорила Нехама, появляется цараат на одежде, на доме, там все, то этому предпослано только одно слово. И когда придете вы в землю Израиля, вот не сейчас, не в Египте и не в пустыне, а вот только когда вы будете в земле Израиля, то вы вместе со всеми другими подарками, я вас веду в землю добрую, с потоками вод, которая питается там так-то, 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 все замечательно, это будет подарок еврейскому народу. Но вместе с этими всеми подарками Всевышний дает еще один, и я утверждаю, подарок. Подарок состоит в том, что на одежде или на доме, или там, значит, на чем-то там, на основе, на утке, может появляться язва цараат, и это подарок Всевышнего. А теперь давайте поймем, в чем состоит этот подарок. Значит, все в детстве читали или смотрели, или слушали сказку, значит, Алексея Николаевича Толстого «Буратино». И, наверное, абсолютное большинство из вас знает, что Алексей Николаевич Толстой чисто сплагиатил это дело, потому что была такая замечательная итальянская сказка «Пиноккило». И вот «Пиноккио» там был мальчик, и у него был длинный нос, и вот всякие там его приключения. А Толстой вот, так сказать, на основе идеи сказки «Пиноккио» написал адаптированную для русскоязычного ребенка, для русскоязычного читателя, сказку «Буратино». Но при этой адаптации он из сказки «Пиноккио» выкинул важнейший тезис. А именно, длинный нос у «Пиноккио» – это было не случайное произведение Папы Карло, который вот там вырезал из бревна, значит, с полена буратино, там с длинным носом, все замечательно. А это был семан, это был специальный знак, что когда «Пиноккио» поступал неправильно, то его нос резко удлинялся. И если он еще раз поступил неправильно, этого никто не видел. Мальчик что-то такое, все мальчики шкодничают, что ж тут непонятного. И вот он чего-то такое нашкодил, а нос растет, и всем становится видно, что что-то этот мальчик сделал не так. Надо разбираться. Так вот, эта сказка итальянская, это мечта, которая существует в мифологии многих стран, мечта о том, что очень неплохо было бы какие-то тайные поступки, чтобы как-то проявлялись снаружи. Так вот, нашему народу Всевышний там, тогда, при исходе из Египта, дал подарок. И суть этого подарка состоит в том, чтобы было предельно ясно. И прежде всего для самого человека, когда мы, так сказать, ну если вор украл, что-то там залез в карман или что-то еще подобное, тут никакой царат не нужен, тут и так все понятно, да, что вот пострадавший, вот гонав, вор, да, украл, то судья назначает наказание. Или, если, не дай бог, Хасвахалила человек убил там умышленно или по неосторожности, тоже все понятно, вот убийца, вот труп, вот свидетели, то есть, вот сангедрин, который принимает решение. Но есть гораздо более тонкие вещи, которые имеют, может быть, даже не меньшую важность, чем воровство или убийство. И в частности там ошибки в социальных взаимоотношениях, внутрисемейных, внесемейных, отношениях между родственниками, отношениях между посторонними людьми. И это все безумно сложная отрасль человеческих отношений, в частности, лошонара. Вот какие-то плохие слова, которые где-то произнесены, да, какая-то сплетня, какое-то что-то. И вот Всевышний нам дает колоссальный подарок тогда, при исходе. Ребята, вы жили 200 лет в Египте. Вы уже забыли о том, как правильно общаться друг с другом. Вы общались с себе подобными рабами и с египетскими надсмотрщиками, господами и так далее. Вы испортились. И я вам даю специальный, я Всевышний, да, с большой буквы, даю вам специальный знак, который позволяет вам оценивать ваши поступки. Их надо четко понимать, что, как там у Маяковского, да, что такое хорошо и что такое плохо. И вот эта вот самая цараат, она позволяет четко понять, что была допущена ошибка. Кто-в? Идем дальше. Значит, собственно, то, о чем я хотел говорить, вот это вступление, я произнес под впечатлением выступления Нехамы. Да, вот именно мне хотелось обратить внимание на то, что цараат, когда он появился в еврейском народе. А теперь, собственно, наш недельный раздел, значит, вот начинается, и говорил Ашем Маше, сказав, это будет Тора Прокаженного в день очищения его. Обратите внимание, я специально вот красным цветом выделил какие-то слова, которые я хочу объяснить. Тора очищения. Смотрите, мы уже встречались в книге Ваикра с разными вариантами нечистоты. Собственно, нечистота возникла еще в книге Шмот. Скажем, перед тем, как услышать Синайское откровение, нам было предписано помыться, переодеться и в течение трех дней не подходить к женщине. И вот в таком состоянии можно было слушать откровение Синая. То есть, в общем, достаточно все просто. И, скажем, вот то, что происходило перед Синаем, для русского термина очищение вполне подходит. Ну, умылся, ну, переоделся, а дел все чистое, да? Значит, и в таком состоянии ты готов слушать, что тебе скажут. И то же самое там Тора говорит, что в такой-то ситуации и вот надо помыться, переодеться и нечист будешь до вечера, а на следующий день ты чист. То есть, вот процедура очищения достаточно простая и очевидная. А вот в случае Цараат очищение – это целая Тора, это целое учение, это не одномоментный процесс, а это очень длительное, восклицательный знак, серьезное, важное мероприятие. Мы уже говорили, что Цараат на человеке – это результат ла-шона-ра или каких-то иных социальных проблем, которые внешне скрыты, так сказать, далеко не очевидны. Но вот через эту белую там язву определенного цвета эта проблема проявляется на человеке. Что-то у него было не так. Дальше совершенно потрясающее сочетание второго и третьего пасухов. И будет приведен коэну, то есть прокаженный вот больной Цараат в день очищения, и он будет приведет коэну, точка. И следующий пасух – и выйдет коэн вне лагеря. Ого! Так простите, или он будет приведен коэну. А мы знаем, лагерь коэнов находился вокруг Мишкана. То есть вот стоит Мишкан, вокруг него коэны, следующий ряд палаток вокруг левиты, и дальше много рядов палаток простых израильтян, и вот внешняя ограда лагеря там сторожа и прочее. Так вот, в течение определенного времени заболевший Цараат находится вне всего, вне лагеря Израиля. А вот здесь, с одной стороны, Тора говорит, и будет приведен коэну, и выйдет коэн вне лагеря. То есть ни в коем случае сейчас очищаемый не может войти в лагерь. Он будет приведен, ну, куда-то, скажем так, к воротам лагеря, и вот туда выйдет коэн. Да? В чем здесь смысл? Во всех остальных случаях, когда человеку необходим коэн, Тора говорит, и придет он к коэну, совершенно однозначно. А вот здесь выйдет коэн из лагеря. Значит, проблема Цараат – это проблема прежде всего межчеловеческих отношений. Значит, что такое лошон ара? Это нарушены отношения между людьми или нарушены отношения между человеком и Всевышним. И вот и в первом, и во втором случае примирение – это задача коэна. В чем смысл работы Аарона, сыновей его и всех их потомков? Смысл в установлении шалома, мира в его широком понимании, гармонии, чистоты, соразмерности. Значит, вот такой вот шалом между сынами Исраэля и Всевышним и между сынами Исраэля друг с другом. Это главная задача коэна. И поэтому коэн должен идти и заниматься вот человеком, пораженным Цараатом. И вот вышел коэн, и вот вылечилась язва проказы у прокаженного. Ну, в переводе там стоит слово «проказа». Вылечилась язва Цараат у того, кто, значит, болен Цараатом. То, значит, казалось бы, ну, все в порядке. Коэн должен подписать справку, да, больничный лист. И все, иди в лагерь и размещайся в своем шатре. Нет. Значит, что значит «вылечилась язва у прокаженного»? Это значит, что те семь дней или дважды семь дней, там, в разных ситуациях по-разному, которые пораженный Цараат находился вне лагеря. А что значит «вне лагеря»? Его исключили из социума. Он ни с кем не общается. У него время на личные раздумья. А что я сделал не так? Вот язва на коже – это явный знак, что была допущена ошибка. Давайте думать, где я допустил ошибку. Вот человеку дается время для размышления. И результат этого размышления Всевышний, опять-таки, как в сказке про Пиноккио. Если человек понял, вот здесь я был неправ, и я должен это исправить, язва излечивается. И когда Коин его увидит вот после этого срока, изоляция, вылечилась язва у прокаженного. Но все это вместе взятое – только первый пункт исправления. Почему? Потому что главное в понятии «тшувы» – это не просто возненавидеть свою ошибку. И не просто исправить свою ошибку. Допустим, там ты кого-то обидел, ты попросил прощения. Твои действия нанесли кому-то материальный ущерб, ты его возместил. И так далее, и так далее. Но самая главная часть «тшувы» – это сделать так, чтобы подобная ошибка в дальнейшем не повторялась. То есть что-то изменить в себе. Потому что если ты сделал ошибку, то случайного ничего нет. Значит, в твоей личности была исходна какая-то предрасположенность. Понимаете, вот есть предрасположенность к такому действу. Я должен что-то такое сделать сам собой, чтобы эту предрасположенность изменить. Чтобы в следующий раз в аналогичной ситуации подобную ошибку не сделать. И вот этим сейчас будет заниматься Коэн. И прикажет Коэн, и возьмет для очищаемого две птицы живые и чистые. И дерево кедровое, и червленницу, и эзов. Значит, интересно отметить, что то, что берется для очищения, никак не зависит от человека, от его пожеланий. Знаете, когда мы говорили о жертвах в начале книги Ваикра, то там было как, жертвой опять же слово карбанок лучше использовать, что в принципе надо принести в карбан овечку. А если у человека недостаточно средств для приобретения овечки или нет своего овечьего стада, ну возьми пару голубей. Значит, голубь в те времена работал курицей. Да, это была такая вот массово известная домашняя птица. Значит, здесь никаких вариантов нет. Пожалуйста, две птицы живые, чистые. Чистые, значит, годные в пищу. Теперь, дерево кедровое – это в те времена и в тех местах самое высокое, большое, мощное дерево. То есть представитель такого растительного мира, самого его большого. Червленица – значит, это шерсть, покрашенная в красный цвет. Всегда, когда мы в Торе видим указания на цвет, значит, ткань тогда делали из двух материалов – или лен, или шерсть. Но лен в те времена красить не умели. Он был природного цвета, более или менее лучше отбеленный. То есть или там белый, или сероватый, как получится. А вот шерсть умели красить. Поэтому, если у нас в тексте сказано, что возьмите там тхелет, аргаман, червленица, что-то, что-то, то это однозначно шерстяная нить, покрашенная в данном случае в красный цвет. И шерсть – это, значит, представитель животного мира, значит, птица летающая, овечка бегающая, с нее шерсть. А красную краску делали из таких микроскопических, почти незаметных червячков – кошенили. Значит, вот их специально выращивали, превращали в красную краску. То есть червленица – это намек на самое-самое мелкое, что есть в животном мире. То есть вот что-то такое, меньше комара во много раз. И эзов – это такое очень маленькое, что есть в растительном мире. Такая небольшая травка, пряная, ароматическая. То есть если кедр – это колоссальное дерево, ну, секвой в те времена еще не знали, то эзов – это такая маленькая травка. Значит, вот предметы, которые охватывают разные аспекты животного и растительного мира. «И прикажет Коэн и зарежет птицу одну над сосудом глиняным над водой живой». Значит, ну, прикажет Коэн что-то делать, а вот то, что он сам зарежет, здесь не сказано. Он скажет кому-то, давай, бери вот эту птицу и режь. И это может сделать любой человек. Важно другое – сосуд глиняный. Мы помним из книги «Берешит», из чего был сделан Адам, да, из праха земного, и вдохнул в него Всевышний душу живую. Поэтому глиняный сосуд с живой водой, то есть водой родниковой, водой источника, не прошедшей по трубам, это явный намек на человека, да, вот сосуд глиняный, в который вложена душа живая. Значит, одну птицу из двух надо зарезать, кровь ее в воду, и дальше вот со всеми предметами делается следующая операция. Значит, и птицу живую возьмет ее, и дерево кедровое, и червленицу, и изов, и окунет их, и птицу живую в кровь птицы, зарезанную над водой живой, и побрызгает на очищаемого от проказы семь раз, и очистит его, и пошлет птицу живую над полем. О, что это за символ такой, и пошлет птицу живую? Здесь мы должны вернуться к проблеме птиц, да, потому что вообще книговая игра начинается с того, что если кто-то захочет из вас принести карбан, то из крупного или мелкого скота, да, это надо делать? А вот здесь обязательно птицы, без замены на овечку или на что-то другое. Дело вот в чем. Птица постоянно щебечет, она постоянно кудахчет, если это курица, да, если это голубь, он гукает. Вот у птицы, если там, значит, кошка там или какие-то другие животные, они такие в основном молчаливые, и разговор от них вещь не мгновенная и не постоянная, то птица как раз редко когда молчит. И вот то, что операция очищения проводится с птицей, это намек на лошонара. Это как раз та самая ситуация. Вот человек много говорил, лишнего говорил, и вот сейчас мы эту птицу в знак очищения отпустим улетать. Не будет у него больше потребности, вот, как это говорят, да, некрасиво, недержания речи. Да, излечим его от этой проблемы. И постирает очищающиеся одежды свои. Это понятно и традиционно в любой операции очищения. А дальше начинается самое интересное. И обреет все волосы свои. И омоется в воде и чист. Да? Вот здесь мы встречаем, значит, разные бывают ситуации с волосами. Скажем, Назир, когда заканчивается его обед, он сострижет, обреет волосы на голове. А вот здесь человек обреет все волосы свои. И более того, потом в девятом пушуке мы увидим, там специально вот это уточняется, что не просто волосы на голове, борода, но еще и брови надо сбрить. И все волосы, где у кого растут, так сказать, там везде надо все сбрить. Что это за идея? В чем смысл? Вот когда я готовился к сегодняшнему нашей беседе, то я консультировался с рядом товарищей, и мне подсказали очень интересную вещь. Когда человек не имеет волос? Новорожденный. Волосы – это благоприобретенное. Вот эсаф родился как плащ волосатый. Редкий случай, Тора это отметила. И поэтому он называется эсаф – сделанный. Он уже в момент рождения готов, приобрел все свои качества личности. Обычно ребенок рождается полностью безволосым. Потом у него начинают отрастать волосики там, 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 там. И этот рост волос символизирует становление его личности. Он учится фиксировать взгляд, он учится говорить, он учится ходить, он развивает мелкую моторику, у него образуются специфические качества личности и так далее. И все это связано с ростом волос. И, наконец, в постпубертатный период возникает борода, там, усы. Значит, вот личность готова, и вся она волосатая. Так вот, в этой готовой личности была проблема, которая привела к язве Цараат. А поэтому обреет все волосы свои. Он подобен новорожденному младенцу. Он чист от всего, что он приобрел в течение жизни. Все замечательно, правда? Он подобен новорожденному, он омылся в воде. И Тора говорит в Восьмом Пасуке. И он чист. Уже все хорошо. И после войдет в лагерь и будет сидеть вне шатра своего семь дней. О как! То есть, первый этап. Когда Коэн вышел вне лагеря, он увидел, что язвы нет. Как бы человек все осознал, понял и Цараат ушел. Дальше Коэн проделал некую процедуру. Убрал от него щебечущую птицу. Значит, человек обрил волосы свои. И Тора говорит, чист, все замечательно. Пасук Восьмой. Но исправление поэтапно. В лагерь он войти может. С соседями там общаться может. А в свой шатер к жене и детям войти не может. И он будет сидеть вне шатра своего семь дней. Следующие семь дней. На всякий случай надо провести закрепление. И будет. В день седьмой обреет все волосы свои. Видите, это настолько важная процедура, что Тора требует ее повторить. Вторично. Еще раз через семь дней. И голову свою, и бороду свою, и брови глаз своих. И все волосы свои обреет. Подробно, если первый раз обреет все волосы свои. А здесь подробно рассказывается. Не дай бог, что пропустить. И постирает одежды свои. И омоет тело свое в воде. И чист. Второй раз. По сути, третий. Тора заявляет, что он чист. Но этого опять мало. И тут начинается еще одна процедура. Когда, так сказать, вот надо закрепить все, что произошло. Да, он чист. Да, все исправлено. Да, он все понял. И тем не менее Тора требует закрепления. И это закрепление происходит в день восьмой. Значит, когда речь шла о восьмом дне, то мы всегда говорим, что это выход за пределы природной полноты. То есть все, что можно было сделать в этом мире, в этом времени, уже сделано. И Тора трижды повторила. И чист, и чист, и чист. Все замечательно. А теперь мы закрепляем на уровне вне этого мира. Значит, ну, мы с вами обсуждали, это еще в книге Берешит, что, скажем, семь – это такая полнота времени. Самая исходная полнота времени. Семь дней творения. Семь – это полнота свойств окружающего нас мира. Шесть направлений осей координат. И восьмое, седьмое, простите, время. А вот восемь шемини – это всегда что-то такое сверхобычное. Это выход за пределы материальных границ. И вот в день восьмой тут начинается выход за пределы материального. Возьмет коэн двух ягнят цельных и овцу одну годовалую цельную. То есть непорочную, не дай бог, там нога не сломана, там ухо не порвано и так далее. И три иссарона тонкой муки, минху – мучное приношение. Иссарон – это довольно много, это 3,87 литра. То есть три иссарона – это больше 10 литров муки, замешанных в масле. И отдельно лог масла. Ну, лог – это некая мера объема. Я как-то так сходу не нашел, что это такое. Ну, в общем, несколько литров масла. Лог – это довольно много. Везде, где Тора говорит о масле, она говорит о масле шемензайд, оливковое масло. И поставит коэн очищающий, мужа очищающего и их, то есть вот эти ягнята, овца, там, значит, все перед ошем у входа шатра встречи. Значит, я обращаю ваше внимание. Натан, перетащи дальше. Ага, о, все, отлично. Вот, что все предыдущие процедуры проходили в совершенно любом месте. Там первая встреча с коэном вообще за воротами лагеря. Потом человек сидит у своего шатра, так сказать. К мешкану это все никакого отношения не имеет. А вот то, что происходит на восьмой день, оно выходит за рамки нашего материального мира. И здесь уже дело происходит перед ошем у входа шатра встречи. Когда Тора говорит в таких ситуациях перед ошем, речь идет о том, что это все происходит перед ковчегом. Потому что с тех пор, как был построен ковчег, мешкан и началась работа мешканя, то с этого момента сказано. И я буду говорить, я с большой буквы, Всевышний, буду говорить вам оттуда между кругами. То есть вот пространство между кругами на крышке ковчега – это место контакта со Всевышним. Оттуда он говорит. И перед ошем означает перед ковчегом. И возьмет коин ягненка одного и приблизит его в качестве ашам и лог масла и размахнет их размахиванием перед ашем. Значит, вот эта процедура размахивания – это такая символическая процедура посвящения Всевышнему. То есть то, что принесено в качестве карбана, и в данном случае речь идет об ашаме, то есть повинная жертва очищающегося. То есть я уже очищен, я имею право прийти в мешкан, и в память об этом я приношу жертву ашам. И зарежет ягненка вместе, в котором зарежет хатат и ула, вместе выделенным, потому как хатат ашем он для хуэна кодыш кадашим он. То есть этот ягненок приносится в жертву в храмовом дворе у жертвенника, если быть вполне точным, на северной стороне, к северу от жертвенника. И дальше начинается очень интересная процедура. И возьмет коэн из крови ашама и даст коэн на мочку правого уха очищающегося, и на большой палец руки его правой, и на большой палец ноги его правой. Значит, обратите внимание, правая мочка уха, нечто максимально приближенное к мозгу, вот такой, но именно правая выступающая часть. Большой палец правой руки, опять-таки, то, что вот рука, символ работы, символ созидания, и рука правая, и ее выступающая часть. И правая нога, тоже выступающая часть, большой палец. Дело в том, что в нашей традиции левая сторона – это категория суда, дин, а правая сторона – это категория милосердия, хэсэд. Значит, если человек чего-то сделал не так в отношениях с ближним, там и так далее, то, с чего мы сегодня начали, то ему надо добавить качество хэсэд. Он, как там в этом самом анекдоте, на вещи смотреть ширше, а с людьми быть помягше. Так вот, надо прибавить человеку качество хэсэд, чтобы он с людьми был помягше. И вот, так сказать, для этой цели кровь Ашам наносится на мочку правого уха, на большой палец правой руки, на большой палец правой ноги. И дальше, я уже, по-моему, сильно заговорился, надо заканчивать, я так условно все это вам скажу. Значит, дальше такая же процедура происходит с маслом. Значит, один коэн выльет масло на ладонь другого коэна левую, и тот коэн правым пальцем побрызгает семь раз перед Ашем, полнота исправления, а остальным маслом намажет мочку правого уха очищающегося, большой палец руки его правой, большой палец ноги его правой, и оставшееся от масла выльет на голову очищающегося. И вот масло в нашей традиции – это символ света и символ мудрости. И вот не зря, значит, внутри храма, внутри Мишкана, в первом его отделении, стоял стол для хлебов предложения с северной стороны, и минора, где горело оливковое масло, с южной стены. Это символ мудрости, символ света, символ разума, оливковое масло. Поэтому на голову. И вот только сейчас, только после всего этого, Тора в последний раз говорит. И чист, и скупит его коэн, и чист. То есть очищение в этой ситуации – это длительный, поэтапный процесс, который должен привести к правильному результату. Спасибо за внимание. Народ, вопросы, please. Да, есть вопрос. Давай. Есть вопрос. Доктор Линец, вот смотрите, человек оказывается трижды один на один с самим собой. А коэн просто приходит и фиксирует. Исчезла язва и парша или не исчезла? Да. Кто помогает человеку разобраться в себе? Всевышний. Ведь это не каждому дано. Нет, значит, смотрите. Получается, спасение утопающего делал рук самого утопающего. Смотрите, какая штука. В нашей традиции, в отличие от, скажем, во всех вариантах христианских церквей и во всех вариантах ислама, есть некие посредники между человеком и Всевышним. Значит, если я хочу что-то сделать такое, божественное, да, не люблю это слово, но неважно, то вот христианин должен прийти в церковь и обратиться к батюшке. То есть специальное лицо, уполномоченное на сакральные действия. И без батюшки нельзя ни ребенка крестить, ни свадьбу сыграть, ни мертвого похоронить, ничего. Все должен делать специально уполномоченный на то человек. И то же самое, скажем, в своих грехах исповедоваться. Вот на исповедь, на причастие надо приходить в церковь к батюшке. Будет он православный поп или католический, ксенц или протестантский священник. Все равно. В иудаизме не так. У нас исходно, смотри, берешит, раздел берешит. Значит, человек имеет прямую связь со Всевышним. И Всевышний обратит к нему лик свой. И это обязательно произойдет. И наше право на молитву, вот то, что мы три раза в день повторяем слова молитвы, наше общение со Всевышним. Как я всегда объясняю, когда меня спрашивают, а что это у меня на левой руке во время шахариты? Говорю, как, что это? Вай-фай такой. Что ж тут непонятного? Да, вот так же, как компьютер соединяется с интернетом, я соединяюсь с Кадош-Бару-Гу. Это вот такой вай-фай, так все работает. Понимаете? И Коэн здесь, он только готов ответить на вопросы. Вот человек может его спросить. Скажите, пожалуйста, а вот как по нашему закону, если я сделал так-то и так-то, что нужно делать лучше, или если здесь ошибка, или как мне поступить, чтобы не ошибиться. Если я сам не знаю, мало книжек читал, не учился, значит, должен пойти к знающим людям и спросить. Но мое общение со Всевышним – это мое индивидуальное, интимное дело. И я обязан с ним разговаривать напрямую, не пытаясь заслониться вот там, согрешу и покаюсь, и батюшка мне все отпустит. Нет, мне самому надо. И нет других вариантов. И вот именно в этом смысле то, с чего я начал, что цараат – это был подарок еврейскому народу. Подарок от Всевышнего. Странно вообще, да, что болезнь – это подарок. И цараат дома – это второй подарок. Вот вы будете строить правильное государство, в нем должны быть правильные социальные отношения, и вот вам индикатор, дарю, пользуйтесь. Вот примерно так. Я единственное, что еще хотел сказать – одну фразу. Я не знаю, может, она будет неуместная, но как-то в последнее время у меня все мысли в эту сторону, что вот если бы Всевышний этот подарок распространил бы и на другие народы, и на наше время, то все стены Кремля были бы покрыты язвами цараат. И вот это вот для меня вещь очевидная. Другое дело, что им это не дано, хорошо было бы это было бы у нас. Наверное, будет, когда мы построим Третий храм. Кто его знает? Ну, все-таки вот, да, Александр, я извиняюсь, ты уже закончил? Можно продолжить? Да, я закончил, конечно. Я благодарю доктора Линица за разъяснение. Могу лишь добавить, что я всей душой поддерживаю идею о том, что со Всевышним надо общаться напрямую. Благодарю вас. Ну, вот как-то так, сейчас вспоминая на одной ноге, то, что мы видим в Хумаше, есть это такая лакусо-хумашка отношений, мы видим, что очень часто, как бы, ну, есть так, история, события, сюжеты, которые связаны с неправильными отношениями, иногда Млахаберова, социальные отношения между людьми, но, как бы, нигде не говорится, что вот появился на ком-то проказа, вот понятно, что были неправильные отношения и там еще что-то. Это указан конкретно про конкретный случай, как некоторая, не знаю, медицинская справка внутри, как бы, Хумаша, если будет такая вещь. Но в самом Хумаше мы не видим потом, интересно, про Тонах, да, ну, про Тонах там было, три прокаженных, вот сидели, вся эта история, да, но тоже, как бы, нигде напрямую вот этой связи нет. Я, как бы, все на ней против той очень красивой сетки, которую ты наложил. Она приятна, она интересна, это, как бы, некоторая модель и все проще. Но сказать, что это действующая модель, у меня у самого нет такого ощущения. Она не действует, сегодня она не действует. Не, не сегодня, в Торе, в Тонахе. Но мы не видим, что как только люди себя плохо ведут, да, вот у них между собой не тут же начинается у кого-то проказ. Нет, отвечаю. Во-первых, была проказа у Мирьям. И мудрецы нам разъясняют из устной Торы, в честь чего у Мирьям была проказа. Значит, да, она про Маше сказала нечто нехорошее. Тут же все побелело, значит, семь дней сидела и потом, значит, осознала свои ошибки. Это одна ситуация. И вторая ситуация состоит в том, что в том поколении понятие ошибки было иным. И на эту тему есть очень красивая история о том, как в бунте Короха не участвовал там один из товарищей, который собрался в нем участвовать. Он Бен Теллен. Да, 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 совершенно верно. Что его жена положила его спать, а сама села причесываться у двери шатра, у входа в шатер. И когда товарищи его пришли звать его в нехорошее дело, то они, увидев, увидев издалека причесывающуюся женщину, явно замужнюю и вот с раскрытыми волосами, они бегом оттуда побежали. То есть вот уровень мерзавцев того времени, да, то есть это был совершенно другой уровень, поэтому, может быть, прокаженных-то было не так много. То есть этот Симан был такой уже серьезный Симан, вот, ну вот так. Может быть, я думаю, если судить по тем примерам, которые в Танахе приводятся, царат, это довольно специфические все случаи. Тут можно вспомнить, помимо того, что мы слышали из старых, это про Моше Эмирьям, царь Узиял, который решил, что он сейчас будет служить, приносить жертву, как Куэн, да, сделать работу, которая не позволяет ни священникам, ни Куэн. Потом, кроме этого, есть еще случаи с Неаманом, очень интересный случай, который пришел к пророку Ильиши, и тот его излечил. Да-да. Потом еще этот царат, она пристала к Гехази, то есть прислужнику Ильиша за нехорошее поведение. Там никакого лошаднара не было, он дискредитировал пророков, он Ильиша отпустил этого Неамана бесплатно, а тот побежал за ним и сказал, да, бесплатно, бесплатно, ну, тут есть ребята, которым нужно помочь, и, в общем, с него содрал большие какие-то вещи или суммы. Потом еще было четыре прокаженных вне... Да-да, вот я это имел в виду. Когда войско оказалось побежденным, реализовали слова пророка, собственно, о том, что это случится. И из этого некоторые исследователи делают вывод, я случайно так много перечислила, что из этого тема царат возникает, когда есть какая-то проблема руководства, нарушение границ. Да, как царь, который решил работать с коэдом, то, что ему не помогало. Как этот самый Нейман, который должен был... То есть он пришел к этому пророку, и этим сам проявилась сила пророков, сила еврейских пророков. То есть тоже имеет отношение к руководству народа. Более-менее какие-то... И с этими четырьмя прокаженными, которые, на самом деле, тоже там реализовались. Это вроде и был Гехази, нет? Гехази его сыновьяцев, вот такую версию. Да-да, но это Медранш. Это Медранш, да, потому что это прямым словом не написано, прямым текстом не написано. Если он был говорить только об шате, то там, видимо, тоже это имеет отношение к реализации слов пророка. То есть есть такое ощущение, что это не с каждым происходит человеком. Это специфическая какая-то вещь, которая действительно работает в каких-то особых случаях, имеющие отношение к руководству, имеющие отношение к поворотам в истории, что-то такое. И тут как раз нигде нету как раз языча или чего-то в этом роде. Поэтому, на самом деле, мне не так однозначно, на мой взгляд, что вот конкретный грех, конкретное искупление. Сложная вещь, по-моему. Сложная. Да, вот последнее слово меня вполне как бы утешает, как бы сложная. Да, Виксбе тоже как-то не очень красиво поступил с этим Урией, но как бы моментально проказа на нем не появилась. Но на автомате это не работает. Это именно в других ситуациях. Если пытаешься вычтить что-то общее во всех этих ситуациях, там некоторый другой параметр работает. Мне трудно немножко сформулировать в точности, что это именно такое. Ну, в общем, это нечто, что имеет отношение к нарушению границ власти, утверждению власти. Окей, принял 100%. Последнее, как бы, вот, кушья, который я, как бы, проталкиваю. Ну, хорошо, почему во всем тексте, который вот здесь переведен, переведен на русский язык. И все говорится очень подробно во всей этой процедуре. Но сама Тора не говорит никакого экшера, не помогает нам совершенно. Не говорит, если ты будешь себя вести так и так, вот у тебя будет то, пятое, десять. Соблюдай заповеди мои, чтобы не было у тебя проказа. Не хочешь, чтобы у тебя было проказа, делай так и так. Ты совершенно прав. Да. Вот странно. Вам это не странно? Правда. Потому что на самом деле Тора нам говорит о том, что у тебя не будет никаких болезней египетских. А в Египте цараата не было. А ну, спасибо. А ну, спасибо. Чтобы ему более подробно объяснили, как нужно делать, чтобы ему инструкцию по жизни писали. Это будет делать, будет кто-то. На самом деле, это как раз месопотамские эти самые колдуны или как они там назывались, жрецы. Они действительно пытались... Картумин. Нет, месопотами. А, месопотами из лиха. Вавилонские. У них интересное очень было, так сказать, исследование они прямо проводили. Они регулярно вскрывали животных и регулярно записывали, ввели записи в журналах, какие происходят события в окружающем мире и какие изменения в тушках животных они находили. И это у них были записи какие-то, когда что-то такое несколько раз повторялось, ну вот, закон природы. Вот печень увеличена, это значит наследник родился. То есть человек постоянно хочет найти вот ключ там, этот самый, расшифровать, чтобы все стало понятно. Он не случайно бегает ко всяким вангерам, прорицателям, чтобы ему все сказали, как надо, что делать. А Бог в основном ставит нам загадки, а вовсе не задачки даже, я бы сказала. Очень часто у них нет простых ответов. Ну, хорошо. У меня есть еще куча вопросов, но я их попридержу до следующего раза. Тимофей, ты хотел что-то сказать, рука у тебя с прошлого раза поднята? Нет, рука у меня поднята. Если можно, хотел спросить технический вопрос. Вот вспоминать царя Азарьягу, то есть он так и не излечился от проказа? Нет, нет. Вот царат. Нет. Получается, по тексту Тореса, это впечатление, что появился царат, и у тебя есть шанс быстренько все исправить. Нет, но есть шанс, да. Шанс есть, но никто не обещал. Да, совершенно верно. Получается, есть вариант, что и ничего не получится, так и останется. Да, да. Окей. Ну, хорошо, по-моему, было очень интересно. Мы набрали интересную схему. На самом деле, с домом или с одеждой есть вариант, да? А если ты сам как бы… Правда, еще один вопрос есть, но времени мало, наверное, да? Нет, пожалуйста, мы слушаем. Мне очень понравилось то, что вы о Тимофее сказали. Это очень важная вещь, что человек может и не вылезти. С домом, ладно, этот дом разрушили, но мы построили. А вот если он застрял в этом теле и не может ничего поменять. Да, так бывает. Окей. Доктор Ленинс, вопрос навеян вашей репликой насчет Кремля. Скажите, пожалуйста, а какую мудрость, какое руководство, идею из этой главы должен вынести для себя Бнойнох? Доктор Ленинс, доктор Ленинс приложил руку к голове. Да, я приложил руку к голове. Нет, понимаете, какая штука. Мы должны вопрошать, мы вопрошаем. Нет, нет проблем. Просто ни для Бнойсраэль, ни для Бнойнох, ни для Аллы Гоэм сегодня это ничего не работает. Сегодня нет у нас цароата. Лепра есть в африканских странах, а вот цароата нет вообще. Ни на домах, ни на одежде, ни на человеке. То есть Всевышний сегодня такой заботы о нас не проявляет. Ну, если мы уж так хотим, хотим какой-то сделать вывод, я бы все-таки могла предложить, что вот это вот разделение, оно все-таки чему-то нас научит. Что есть вещи наши внутренние, личные, которые это решается одним путем. Есть вещи, которые связаны с нашим общением, с другими людьми, с тем, что мы говорим, меру. Может быть, одежда на этом не стоит. Они решаются каким-то другим путем. Есть вещи, которые связаны с нашей семьей, с отношением внутри. И они тоже требуют очень большого внимания. Они тоже могут быть. Несмотря на то, что лично я может быть все в порядке в моих отношениях с Богом и все. Но как я веду себя внутри семьи, как строятся мои связи, никто же может быть какой-то порог, и они по-другому должны решаться. То есть вот это деление на три типа каких-то поражений, скажем так, условно, даже если сегодня мы их не видим в материальном мире, в духовном мире они все равно существуют. Поэтому этот урок вполне годится, мне кажется, для Нейноха, для евреев. На что обратить внимание. Окей. Спасибо. Ну, хорошо. Сложные вещи. Но мы что-то поняли. Будем на это. Пересчитывайте выученное на коронавирус. Я думаю, может помочь в целом. Мы старались понять. Мы старались понять. Окей. Спасибо, Лизна. Засчитается. Всем счастливо. До свидания. Хороших новостей. Конец проклятой войне. И всем войнам. Всем счастливо. Пока. Амэн да амэн. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока-пока. Так, сейчас я тут все выключу. Окей.